В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! Сегодня гостем нашей студии стал депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, добрый день! Здравствуйте, Алина! Добрый день, уважаемые телезрители! Рады вас видеть в нашей студии. Знаю, что вы вновь приехали в Ненецкий округ в рамках региональной рабочей недели. Расскажите, что удалось сделать за вот эти 7 дней? Ну, неделя еще идет. И эта региональная неделя, она такая очень насыщенная, я бы сказал, событиями такого очень высокого уровня, уровня патриотического. Вот, кроме этого, планировал встретиться и с ветеранами, и с губернатором повстречались, пообщался в окружном собрании депутатов. Вот, планировал провести прием граждан, вот, планировал вылететь в Харуту, населенную пункту. Но, с учетом того, что ситуация обострилась, с этой бедой, с этой коронавирусной инфекцией, я все-таки пришел к решению, что не полечу я в населенные пункты. Хотя объявление было развешено, я думаю, что жители Харуты меня поймут. Я прошу извинения, потому что тут надо, наверное, поберечь прежде всего их, не подвергать риску. Может, болезнь очень серьезная, коварная. Те, кто ей переболел, они рассказывают, что очень тяжело все это. Поэтому там надо поберечься, и, к сожалению, ситуация обостряется и обострилась. Ну, уже все устали. Устали от масок, устали от режима, от такого. А надо бы еще потерпеть, надо бы еще потерпеть, надо бы вот все-таки... Сейчас захожу, никто в масках, вообще никого нету, по городу вообще никого нет. Если там где-то по регионам, смотрю, и носят маски, здесь очень спокойно к этому относятся. Поэтому вот такая непростая ситуация. Еще слова благодарности нашим медикам, уж раз уж мы в эфире, низкий им всех поклон всем за то, что они делают, за их труд. Они величайшую работу делают, дай бог им здоровья, чтобы они сами не болели. А что касается вот таких событий, я искал патриотического плана уровня. Буквально, наверное, по прилету мы провели презентацию книги. Это вот памяти и славы муниципального Канинского сельского совета, с моей малой родины. Здесь мой отец от Сталингаа до Берлина прошел, в сознание пришел в Рейхстаге, когда брал Рейхстаг, от победных выстрелов был контужен. И вот низкие слова благодарности тем, кто вот это произведение создали. Это прежде всего Надежда Тимофеевна Мясникова, внеси все материалы, огромнейший труд. Здесь все участники войны, наградные листы, ветераны. Вот Бессмертный полк, вот это действительно Бессмертный полк по Канинскому сельскому совету. И вся Россия, мне звонят на следующий день уже, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Откуда только не было звонков, и просят вот эту книгу, к сожалению, в продаже ее нет. Но это действительно вот такое великое дело, и спасибо оригинальному партии «Единая Россия», поскольку это под ее агидой все это было. Спокойно, без надрыва, без помпы, просто взяли и сделали. Сделали вот такую книгу. Кроме того, мы в школе номер один вручили гранты президента, 200 тысяч школе номер один. В Красном не удалось, это самое, Красному это уже вручено, там тоже грант президента есть. Представляете, наши школьные музеи боевой славы, Нинецко-автономного округа, 3200 округляя музеев по Российской Федерации участвовали в конкурсе, наш проект тоже вот это «Единая Россия», «Историческая память». 3200 музеев. Из этих музеев наши, наши два музея вошли в призовые места, заняли призовые в первую тройку по Российской Федерации. Это школа номер один, это школа номер один, и это школа в Красном. Вот это действительно впечатляет. Просто молодцы, просто молодцы. Когда заходишь, смотришь вот эти уголки памяти боевой славы, те же школьники, ребятишки, то, что книга почитает, это одно, но когда они увидят воочию автомат ППШ, что такие-то трофеи, они увидят, это впечатляет. Я сейчас был в Москве на прошлой неделе на Поклонной горе, вот музей славы наш, он с июля буквально начал формироваться по указу президента. Он только-только формируется, это и панорама, и панорамные бои, и раненые. И вот вы знаете, вот комок в горле и дрожь по коже, мурашки идут, когда ты идешь среди раненых, среди больных, землянки, это самое, ведь бои идут, рейхстаг, ну это действительно очень сильно, мощно. Значит, в мире ничего подобного нет, нигде. И быть не может, поскольку нет такого солдата, наверное, русского. Я в широком смысле русского солдата говорю. Поэтому вот, если будет возможность, вот жители Ненецкого округа, нашего округа, кто будет в Москве, побывайте вот в этом музее, посмотрите, там все, все там есть. Особенно, если детишки будут прилетать в нашу, у меня объедительная просьба руководителей связываться там со мной, с моим помощником, мы попробуем организовать, чтобы обязательно детишки посетили вот этот музей славы на Поклонной горе. Даже у меня директор музея, я обмолвился, что у меня отец с фронта привез такой маленький магнитофон немецкий, такой толщины, вот такой по диаметру, маленькие пластиночки, заскочили они там в траншею, в землянку немецкую, думали, мина, побоялись все открывать, а папа рискнул, значит, открыл, но поскольку он первый рискнул открыть его, значит, оказался это патефон немецкий, с надписью немецкой, все такой, держишь в руках его. Мы, конечно, его по гайкам, по болтикам разобрали, но я когда директору сказал, он потом подошел ко мне в Москве, говорит, Сергей Николаевич, можно вот этот патефон, нам-то сюда музей, там, по-моему, землянка есть, немецкая, вот, но я вот с братьями переговорюсь сейчас, но Борис что-то у меня, младший брат говорит, нет, говорит, пусть внуки останутся внуком, да. То есть вот, а третье событие, это вот энциклопедия Нинецко-автономного округа, то, что была у нас вчера презентация вот этого произведения, вот это верх, наверное, вот всего, то, что сделал этот коллектив, это уникальный труд, колоссальнейший труд, вот тот, кто этим занимался, потому что это все поднять, все это вот, я не представляю даже, это Людмила Юрьевна Крепанова, музей наш, весь коллектив, поэтому вчера мы очень добрые слова сказали в адрес коллектива, вот за то, что они, вот это на многие, на многие годы, будущее поколение, потому что я там сказал, что наша задача нашего поколения, мы не видели большой войны, слава Богу, наша задача сохранить вот эту память, историческую память и не позволить никому ее коверкать и поганить, вот это то, что они сделали, спасибо вот такому авторскому коллективу, понятно, что там, вот даже в книге памяти тут ошибки всегда, вот у меня и звонки поступали, что где-то неточности есть, но без этого не бывает, без этого не бывает, даже у меня у отца тут тоже неточности есть, ну и что, вот такова жизнь, к сожалению, я говорю, что лежать на печке, можно ничего не делать, ни эту книгу, ни эту энциклопедию, а люди взялись и сделали, вот низкий поклон всем, то, что вот у них получилось, и у них это получилось. Так что неделя очень насыщенная, мне придется урезать все эти мероприятия в связи вот с этими ограничениями, думаю, что сейчас был я на планерке у Юрия Васильевича, и вопрос они сейчас будут очень предметно подробно обсуждать, надо поберечься еще, еще раз прошу, надо поберечься немножко, еще потерпеть, выдержать вот этот накал, у нас, кстати, вакцина появилась, ее уже по регионам она пошла, две вакцины уже, все неплохо, я ответственно это заявляю, поскольку я говорил со специалистами, я бы сам бы ее сделал, но Володин сказал, что депутаты сделают в последнюю очередь, сначала пусть наши избиратели это пройдут, хотя мы вот такой вот все время же среди людей, я беседовал с, у нас же там есть очень авторитетные врачи уровня такого очень высокого, мирового, вот, и они тоже готовы это сделать, эту перевивку, все там ничего такого страшного нету, но вот дай бог, если все вот как-то удастся, сейчас ее выпускать стали массово, и нужно будет привозить, от гриппа обязательно надо привиться, вчера Юрий Васильевич на планерке попросил, потому что сочетание гриппа и вируса очень опасно, поэтому надо смело прививаться, от гриппа я привился, никаких последствий, ничего, каждый год это делаю, и он проходит легко, если он и есть, то он легко проходит, так что вот так вот. Сергей Николаевич, знаю, что вот уже стартовала, да, в Госдуме осенняя сессия, расскажите, какие инициативы будете продвигать, и вот тут, может быть, там что-то по социальной политике, по поддержке пенсионеров. Значит, да, осенняя сессия у нас стартовала, значит, у нас очень, как всегда, насыщенная сессия, но самое главное, наверное, это то, что нам предстоит принять бюджет, федеральный бюджет 21-22-23 годы, он будет очень непростым, придется где-то секвестировать по каким-то статьям, ну, все понимаем почему. Хотя экономика наша выдержала, пока выдержала, и по сравнению на мировом уровне мы смотримся неплохо, там европейские государства где-то 5 с лишним процентов проседания, у нас 4 процента. Вот так мы, благодаря поддержке той своевременной, которую оказывали, в том числе через Государственную Думу и правительство, мы, в сути дела, дали правительству на время пандемии очень оперативно принимать меры такого реагирования на все эти вещи по поддержку экономики, поддержке бизнеса, и вот так пока получалось, но, видите, ситуация такова, что придется с бюджетом работать очень серьезно. Кроме этого, президент внес 10 проектов законов, они касаются поправок в Конституцию, все они касаются силового блока, и уполномочены поправок человека, МВД, разведка, контрразведка, прокуратура, по этому блоку там много изменений, я думаю, что это отдельная тема, многом нужно говорить, но там такие вещи, которые идут как раз на усиление силового блока, с тем, чтобы они смогли более оперативно работать, там и по назначению прокуроров идет, и согласование уровень, статус поднимается. Кроме того, есть проекты-законы, которые касаются именно поддержки бизнеса, экономики, что касается пандемии, я видел эти проекты законов внесены, вот. Вот. Наш будет, моя поправка, поправка депутатов нашего комитета по северу, это идет речь о проезде пенсионеров к месту отдыха и обратно, один раз в два года, неработающих пенсионеров. Мы знаем, что было много у нас обращений, это каждый прием, приходят люди, им до границы возмещают только по решению суда, вот Светлана Ивановна Перекопай наверняка смотрит, она звонит, ну через день это точно звонит, интересуется, поэтому, значит, такую поправку мы внесли, нас поддержало правительство, уже года четыре мы вот бились, ну сначала, по сути дела, депутатской работы, мы бились с этой поправкой, правительство поддержало, и мне сказали, что 21 октября будет рассматриваться на пленарном заседании, мы примем поправку в этот закон, и люди будут спокойно летать, уже неработающие пенсионеры, на отдых, без всяких проблем, без судов, потому что не все идут в суды, для нас это как-то не очень все это приятно, это первое, а второе, когда мы на комитете обсуждали, мы поднимали вопрос расширить возможности вот проезда пенсионеров к месту отдыха обратно, то есть дать возможность компенсировать личным автомобильным транспортом, для нас это актуальным становится, поскольку дорогу мы такими быстрыми темпами строим на материк, и по коме, и здесь, поэтому будем вносить поправку, между первым прочтением, по личным автомобилям, там не просто она пойдет, я думаю, что, но будем добиваться, и вторую поправку внесем по Белоруссии, поскольку Белоруссия союзное государство, и там много у нас, в том числе Сокурга, туда летает, а в Белоруссии, в санатории, там несколько иные цены, все это подешевле, поэтому мы будем просить, чтобы компенсация проезда была по всей территории Белоруссии, Белоруссии, не только до границы, но это поправки, сейчас нельзя говорить, пройдут или не пройдут, будем добиваться, вот, кроме того, там ряд моментов есть и по Белоруссии, вы смотрите, что происходит, что творится, сейчас мы уже обращение подготовили, мы очень активно включились в поддержку наших белорусских, наших славян, вот, что происходит, сейчас смотрите, вот, по Киргизии там, то есть это все депутатские работы, я не вхожу в эти профильные там комитеты по этому направлению, но это все активно обсуждается, очень у нас плотные контакты из Белоруссии, сейчас вот Киргизия уже подтянулась, в общем, там много чего, по пандемии много инициатив там, то есть такой очень насыщенная и такая напряженная будет осенняя сессия, безусловно, безусловно напряженная. Ну вот вы упомянули про то, что права жителей севера, да, лоббируете, я читаю в СМИ в последнее время очень много таких заголовков, очень много заголовков громких о том, что со стороны нашего государства мало внимания уделяется северам и что все внимание направлено на Дальний Восток, вот, как вы можете прокомментировать? Значит, я думаю, что это могут люди сказать, которые север не любят, первое, или которые что-то недопонимают в этом вопросе, и третье, что меньше всего мне бы хотелось думать, это либералы, наша пятая колонна, вот я уже, наверное, с вами говорил, когда в органы я пришел в 83-м году в безопасности лейтенантам, нам дали закрытый доклад Центрального разведывания, как развалить Советский Союз, я не говорил вам, да, вот, напомню, напомню, потому что все очень идет, все по плану, значит, нет смысла идти войной, поскольку бесполезно мы никогда не Советский Союз не возьмем, это вся история говорит об этом, надо выбить идеологическую платформу из-под ног у Советского Союза, ликвидировать КПСС, затем отделить от Советского Союза государства наиболее отдаленные нам по духу, прибалтийские, затем перейти на Среднюю Азию, затем перейти государства, которые близкие нам по духу, Украина, Белоруссия, затем разделить Россию на Дальний Восток, Север и Центральный, сделать три государства, и как такового России быть не должно. Сегодня это порядка 85-90 пункта, это 103 пункта, как сейчас помню, 102 или 103. Значит, сегодня, если мы потеряем Белоруссию, мы можем потерять, в дальнейшем все будет переключено на Россию. Киргизия, смотрите, что творится. И вот сегодня, когда говорят, что Север, Дальний Восток, вот там это совершенно разный, вот такого уровня, достаточно серьезно, тут надо понимать, о чем идет речь. А что касается Северов, что касается Севера, ну вот даже за последние, возьмите, полтора года, я считаю, что вообще второе дыхание дали Северу. За последние полтора года у нас же не было министерства по Арктике, сейчас по Дальнему Востоку министерство одно, и Арктики, и Арктики через Ю, первый зам, курирующий Арктику. Кроме того, сейчас президент подписал указ об основах государственной политики по Арктике. Кроме того, есть программа развития Арктической зоны и национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации. В правительстве программа о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации до 35-го года. Мы еще не видели, она подготовлена. Кроме того, мы возвращаем проект «Дети Арктики», это мы давно уже о нем забыли, замечательный проект, это наш проект, непосредственно касается Нениско-автономного округа и всей Арктики. Кроме того, принят целый пакет документов, уникальный пакет документов по поддержке среднего малого бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации. Речь идет о налогах, практически обнуляется налоги по многим позициям, и этим могут воспользоваться. У них было в проекте 10 миллионов, когда фонд общий, это самое, малый и средний бизнес. Мы опустили, мы опустили до 1 миллиона. Миллион имеет предприятие, оно может работать, уже пользоваться вот этими льготами. Это уникальный блок вот таких законов, которые приняты. Очень непростые, кстати, мы много обсуждали, здесь с вами об этом говорили, и с исполнительной властью, и с депутатами обсуждали. Кроме этого, этнологическая экспертиза, мы говорили десятилетия о ней, что нужно проводить, нужно это делать. Сейчас уже по многим субъектам это пошло, сейчас мы выйдем на федеральный уровень, и будем сделать так, чтобы этнологическая экспертиза была законом закреплена, и это, я думаю, что нам удастся сделать, поскольку практика показывает, что вроде все неплохо идет. Агентство по развитию человеческого капитала направлено на Арктику. По языку, по родному, создан фонд по развитию родного языка, создан институт по развитию языка. Я сейчас могу перечислять вам вот несколько минут, то, что сделано только за последний год. Это по северам. И говорить, что по северам, это как-то, мне вообще непонятно. И кроме того, Дальний Восток, мы же понимаем, почему на Дальнем Востоке программы приняли. Сейчас, кстати, по одному гектару тоже по северам будем делать. А почему Дальний Восток? Потому что это Дальний Восток, потому что там Китай. Там Китай. Может быть, вслух все не скажешь, но вы меня извините, но, к сожалению, там их очень много, китайцев. У них задача такая поставлена. Там идет ассимиляция такая. Ведь Китай, китайцы, китаец очень хороший семьянин. Они очень хорошие семьянины. Китаец очень любит трудиться. Китаец не пьет где-то как-то. Китаец очень патриотичный. Он в десятом поколении, в пятнадцатом колене, он будет смотреть на Китай и будет китайцем, где бы он ни жил, на какой бы территории. Поэтому отток кадров идет с Дальнего Востока, идет вот эта угроза. И то, что я вам сказал, с чего я начал, да, по России, это очень серьезные вещи, они высокого такого порядка. И здесь не принимать этих мер к Дальнему Востоку. Поэтому здесь вот эти вещи я не стал бы даже обсуждать. Это очень все серьезно. Но хочу уверить, что... Ладно, Коткин, там у меня и опыт небольшой где-то, но депутаты очень серьезно там у нас по северам. Вот сейчас вот эта группа арктическая, они так очень активно отстаивают позиции. И хотя проблемы есть, хотя есть проблемы, о них тоже нужно говорить. Я не скрываю по северу. Те же льготы, допустим, по северным там коэффициентам, они не пересматривались уже там ни один десяток лет. Это нужно делать. Те же пенсии, наша поправка, что поставить пенсии на прежнем уровне для северян, это нужно делать. И много-много того, что нужно по северу делать, действительно. И это все поэтапно мы сейчас подключили. Кстати, Мишустин подписал постановление правительства по компенсации ущерба для коренных младчисленных народов. Мы им компенсировали, не было у нас проблем. Но это было на уровне профильного министерства федерального уровня. Сейчас это поднято на уровень правительства. Он подписал новое постановление. Я прошу, вчера на планерке я попросил профильный департамент своевременно информировать, будут ли какие-нибудь проблемы. Там все учтено, все оговорено, все пожелания, которые были. Но документ такой серьезный, и в любом случае могут возникнуть вопросы у коренных народов, как это все пойдет. И просьба своевременно информировать вашего депутата, чтобы включаться и вот эти изменения вносить. Вот если коротко, если коротко, да. Ну, у нас сейчас в СМИ, вот, к сожалению, СМИ стали называть себя, многие там телеграм-каналы какие-то такие, да, социальные сети позиционируют себя как СМИ. Поэтому иногда вот эти вот высказывания не совсем верны, но тем не менее... Я стараюсь не читать уже. Мне это надо бы читать подолгу, чтобы понимать, там же тоже люди. Они же тоже пишут, какие бы там, ну, это люди. И это тоже настроение надо учитывать в работе. Поэтому приходится читать. Так бы, если бы не был депутатом, не читал бы, конечно. Ну, а что делать, да. Сейчас вот это все, к сожалению, идет вот это, да. Недавно, кстати, в каком-то телеграм-канале вот представили рейтинг по прогульщиков-депутатов, и вы где-то в социальных сетях оказались, и ваша фамилия тоже в числе этих прогульщиков. Вот расскажите, что все-таки... Мы с вами не виделись, наверное, сколько с весны, получается, да? Что было сделано вами? Я знаю, что вы, наверное, один из самых ответственных, да, депутатов с нашего региона, там, и Архангельской области. И как так получилось, что вы вот оказались здесь для прогульщиков? Значит, смотрите, когда я вот это рассчитал, во-первых, я подготовил запрос на комитет по регламенту. Попросил, значит, по мне, думаю, 4 года, думаю, где я там пропустил чего. Запросил, получил ответ, значит, попросил ответ по фракции, попросил ответ по регламенту, значит. Значит, вот заявляю вам, не взял с собой этого документа, там еще у нас-то красочно показывают, такими секторами, кто чего, где. Значит, ни одного заседания я не пропустил. По уважительной причине там 2 или 3 в командировках был, значит, по заседаниям. Вот там прошлись они по Архангельской области. Это опять все к тому же, видимо, идет. Выборы, видимо, скоро в Госдуму. Поэтому, значит, более того, а вот тут нужно пояснить. Там они пишут, что не голосовали депутаты такие-то, и Коткин не голосовал, это обычная норма по регламенту, когда депутат присутствует на пленарном заседании, но не голосует. Почему я объясню? Мы просто фракциями не голосуем по этому вопросу, не голосуем по этому вопросу, и он отклоняется. Ну вот, смотрите, у меня сейчас на рассмотрении где-то 31 моя законодательная инициатива, или 29 моих личных законодательных инициатив, которые я внес. 19 у меня на подходе, которые нужно внести. Грубо говоря, 50 только моих инициатив. А я нахожусь в серединке по рейтингу. Я отслеживаю и смотрю, чтобы не быть там в конце тоже. Жители же округа меня выдвинули, значит, как-то. Смотрю, чтобы это самое. Я в серединке. Так вот, есть кто и побольше инициатив. Умножайте 450 депутатов. Значит, умножайте вот на эти 50. Значит, если мы 500 умножим на 50, это получается сколько там, 25 тысяч или 2500? Я, к сожалению, гуманитарный, не математик. Ну вот теперь представьте себе, вот эти инициативы, инициативы, я вам скажу, какие вносятся. О возвращении дуэлей, обратно вернуть дуэли. ЛДПР внесла поправку такую, да. Обратно вернуть дуэли. Я сейчас начну, какие инициативы вносятся. Вы диву даже озвучиваете. Так вот, когда вот эти, обсуждаются эти вопросы, вот представьте себе, это тысячи поправок только от депутатов, а не правительство, президенты и прочее, тысячи поправок. И если мы будем вот так вот, поэтому мы говорим, по дуэлям обсуждается вопрос, не голосуем, не голосуем, не голосуем. И они пошли, это норма регламента. А тут все в одну кучу, значит, и пропуски, и неголосование, и прочее. Тут надо понимать. Поэтому тут, пусть не переживает наши жители, все нормально. Гораздо сложнее пробить какую-то инициативу, решить вопрос. Та же охота вот недавно. Как раз таки хотелось спросить, Сергей Николаевич, вопрос очень такой, наверное, для жителей Ненецкого округа, очень чувствительный, да. И сейчас он очень обсуждается и в социальных сетях, и вообще везде, наверное, куда бы мы ни заходили, там в магазины, где-то там в какие-то общественные места, все говорят про охоту, потому что, ну, Ненецкий округ, да, и охота, это, наверное, можно сказать, синонимы. Вот знаю, что вы подключились, да, к решению этого вопроса. Значит, ну, все идет от того, что, к сожалению, вот вы говорите, да, основа, мы как бы без этой жизни не представляем, да. Это испокон веков у нас так было, да. Но, к сожалению, вот недопонимание такое и есть. А там защитники, они же совсем другие слова говорят, не такие, как вы. Что это места гнездования птиц, что вы там это самое, другие доводы. Но, я вот хочу доложить сейчас, по охоте, действительно, я знаю, что бездудно Юрий Васильевич подключался, он обращался и однократно, он неоднократно встречался с министром по этому поводу, бьет во все колокола. Я обращался к министру природных ресурсов по этому приказу. Там же вышел, откуда все пошло? Вышел проект приказа Министерства природных ресурсов о том, что якобы в местах гнездования, в 15-ти километровой зоне охотиться никому нельзя. А, только были коренные и малочисленные народы. Конечно, мы это тут сразу все забили в колокола. Я не взял ответ Кобылкина, мне ответил Кобылкин, министр природных ресурсов, на мой запрос. И ответ был и бездудному. Значит, они изменили проект. Сейчас проект звучит так, что, правда, там ошибка у них вкрылась. У них написано, я когда начал читать, в зоне не менее 15 километров от береговой, там вдоль океана и Берингового моря. Не надо убрать. Наоборот, получилось у них за 15 километров. Сейчас они не уберут, сейчас поясню. Одним словом, вы в зоне 15-ти километровой от моря, от морей и ледовитого океана, можно охотиться, сегодня там написано за исключением, то есть можно охотиться, коренным малочисленным народам, общинам и лицам, проживающим в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов на северо Сибири и Дальнего Востока. В местах традиционного проживания. Это все жители, которые у нас в Заполярном районе. Все они имеют право охотиться в 15-ти километровой зоне. Ну, понятно, что за пределами запретов никаких 15-ти километровых нет. Но есть одно «но», которое беспокоит. Я не ожидал, что вот это самое так получится. Я думаю, администрация, которая вчера на планерке, кстати, Юрий Васильевич дал задание, профильный департамент будет работать. Дело в том, что есть другое там постановление правительства, распоряжение, что является территорией, какие где проживают коренные малочисленные места традиционного проживания. Так вот, к местам традиционного проживания, по другому совершенно постановлению, это относится весь Заполярный район Денецко-автономного округа, кроме поселка-искателей города Наринмара. Понятно, город Наринмар, мы уже не говорим, это неизвестно, но кроме поселка-искателей. Поэтому у нас вот по искателям и по городу, вот тут надо сейчас дальше работать, будем дальше это пробивать. Сейчас я уже за нее дал, мы подготовим еще один запрос. Хотя нам там говорят, что что вы, не переживайте вы. То есть мы по жителям, по селам, мы все решили. Пусть не переживайте. Там еще одна фраза такая есть, что беспокоит людей, что для которых охота является основой существования. Значит, не надо обращать на эту фразу, все нормально. А вот с точки зрения искателей города, будем работать дальше, смотреть, что мы можем тут сделать. Тут нужно находить аргументы нам, то, что вы хорошо видите, сказали, что для нас это основа жизни и прочее. Там другие аргументы приводят. Будем дальше работать в этом направлении и добиваться вот так, по охоте. Понятно, да, Елене Владимирович? Да, да, да. Понятно, да? Все разложили, спасибо большое. Сергей Николаевич, у нас остается очень мало времени, буквально там две минутки еще. Знаю, что вы хотели к жителям обратиться, да? А, да, вы говорите обращение к президенту. Значит, смотрите, вот для меня, как депутата, важно любые способы, чтобы довести информацию о проблемах жителей округа до президента, председателя правительства, профильных министерств и прочее. И сейчас у нас вчера встречались руководители фракций политических, государственных, ну, с президентом и будут задавать вопросы. Поэтому мне очень важно, а, естественно, наша фракция сказала, что, что вас волнует, перед регионом все должно стекаться неверою Сергею Ивановичу для президента. Поэтому, безусловно, я обратился и к жителям округа, что волнует, что беспокоит. Кстати, ни одного вопроса не было по объединению. Я думал, это будет шквал вопросов по объединению. Но, слава богу, тема уже ушла. Уже и договор с Архангельской областью подписан, слава богу, да. Но вопросов очень много. Очень много вопросов. Кстати, я вот их взял, целая пачка люди написали. Почему мне очень важно? Вот эти все вопросы – это план работы на будущее. Что-то можно решить быстро, что-то отложить на более дальний, если сразу вдруг не получится. Эти вопросы мы поднимем на комитете, на нашем профильном комитете для обсуждения. Кроме того, я выберу, дам их неверову. Я уже скинула то, что волновало, три вопроса. Понятно, что это вопросы сотни, вопросов эти. Мы дали там два-три, которых волнует, беспокоит наших жителей округа. И когда доносится, удастся, если донести на прямую президенту, это самое прямое плечо. Самое прямое плечо. К примеру, приведу примеры. То же самое мы готовили вопросы по развитию сельских территорий. У нас сейчас государственная программа по развитию сельских территорий. То же самое мы подготовили вопросы, их удалось задать президенту, правительству. Сегодня эта программа есть, замечательная программа. Именно направлена на развитие села. Другой вопрос, что мы сейчас на сессии обсуждали на прошлой, там вносится проект, мы видели, они там в пять раз урезали программу по развитию сельской территории. Володин дал команду, указание, значит, разобраться. Почему? Несмотря на то, что дефицит бюджета, это та программа, которую ждут люди на селе, которая зарплату меньше получает, достаток, охотится, которым еще и проблема с охотой. Это президент, когда идет прямой диалог с президентом, здесь не надо доказывать на комитетах, не надо доказывать на каких-то там парламентских слушаниях с министерствами, с правительствами, ездить в профильные министерства, общаться с министрами. Решается очень быстро. Почему я вот этот механизм использую? И когда жители дали вот эти вопросы, кстати, очень хороший вопрос. Вот к примеру, вот пишет с какого-то села, не помню, женщина, ветеран труда Российской Федерации. Присваивается ветеран труда Российской Федерации, если есть награда правительственная, уровня федерального. Но если она работает там в Усть-Каре, в Шойне, уборщицей всю жизнь проработала, там санитаркой проработала всю жизнь, и получить грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации, непросто, согласитесь, непросто. Поэтому она просит, нельзя ли, говорит, вот этот уровень немного опустить, чтобы предоставить возможность. Особенно касается, опять же, села. Очень хорошие вот такие предложения, которых сам никогда и не задумывался, к примеру, я как бы не думал даже, что вот такая проблема есть. Оказывается, вот видите, это целый план работы на перспективу, на будущее, эти вопросы, их нужно все поднимать потихоньку, потихоньку их решать. Может быть, они сразу не решатся, но со временем, со временем они, вот тот же объединение, допустим, я бы никогда и не вынес на вопрос, ни Веров бы не задал, может, это локальный вопрос, это не общероссийский. Понятно, что там вопросы общего плана российского задаются. Но, тем не менее, это же накапливается все, депутаты же в регионы поехали, они везде работают, все стекается, как ручейки, и вытекает такое в море в проблему, которая уже на такой уровень поднимается. Вот почему я это и сделал, и спасибо жителям, которые ко мне обратились, ну и поверили, это самое. Потому что молчать не надо, в себе не надо держать проблему. Хуже, когда держишь в себе, не дай бог, еще обиды появляются какие-то. Я вот сейчас отменил прием граждан, с учетом того, что Юрий Васильевич сейчас будет проводить совещание и по коронавирусу, думаю, я не буду рисковать, зачем проводить прием. Но некоторые обиделись, пришлось там убеждать, что тут обижаться не надо, тут все-таки надо думать, прежде всего, о здоровье вот так вот, как-то, ну вот так. Ну, я знаю, что ведь и в социальных сетях у вас, по-моему, страницы есть, можно туда, если что, обращаться, да? Без вопросов, официальные сети, я все время отслеживаю, конечно, все эти моменты, мы договорились, что они письменные обращения напишут, то есть без внимания-то не останется ни один вопрос, другой вопрос, как пойдет его решение, но без внимания ничего не останется. Ну, некоторые забежают, ну, и жизнь, и жизнь по-всякому складывается. Сергей Николаевич, благодарю вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время и посетили нашу студию. У нас, к сожалению, эфирное время заканчивается. Я напомню, гостем нашей студии стал депутат Государственной Думы от Ненецкого округа, Сергей Коткин. Сергей Николаевич, до свидания. Да, вам большое спасибо, Алина, до следующих встреч, берегите себя и болейте. Благодарю. Я на этом с вами прощаюсь, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин